Я военнослужащая. Я участник боевых действий. Почти два года брала кредиты в банке, платила бешеные проценты. Потом узнала о льготах для участников по кредитам. Перестала платить проценты. В итоге банк заблокировал все мои счета, списывает в счет погашения долга алименты, соцвыплаты на ребенка. Что делать? Для того, чтобы банк дал вам кредитные каникулы, вам не обязательно иметь статус участника боевых действий. Достаточно того, что вы военнослужащая. Елена Вдовыко, 41 год, юрист и адвокат, магистр географии и менеджер международных исследований. Работала регистратором недвижимого имущества в БТИ с 2015 года в системе бесплатной правовой помощи Министерства юстиции Украины, начальника дела правопросвещения и оказания бесплатной правовой помощи Белоцерковского местного центра. Юридический стаж 10 лет. Военнослужащие с начала особого периода и до его окончания военнообязанные и резервисты с момента мобилизации и до окончания особого периода освобождены от штрафных санкций за невыполнение обязательств перед предприятиями, организациями, банками, а также физическими лицами. Банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение при прохождении военной службы. Это требование законодательства, а именно закона Украины о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Пункт 15 статьи 14 от 15 мая 2014 года. Военнослужащие могут не платить проценты по кредиту, но они обязаны платить тело кредита. Для того, чтобы оформить такие льготные каникулы, военнослужащему нужно обратиться в банк, в котором он оформлял кредит, и написать заявление. Также военнослужащий должен предоставить доказательства, которые свидетельствуют, что он военнослужащий. Это военный билет или приказ командира части. А далее уже банк рассмотрит ваши заявления и освободит вас от уплаты процентов. Обращаю внимание, что у военнослужащего есть право не платить проценты, но у банка такой прямой обязанности освободить вас от уплаты процентов нет. Поэтому обязательно нужно обратиться в банк с этим заявлением. Ну а далее все будет зависеть от политики банка. Банк может обратиться в исполнительную службу, забрать исполнительный лист без исполнения. Также он может пересчитать пеню, проценты и засчитать его как тело кредита. Но также банк имеет право и отказать вам. В таком случае рекомендую вам обратиться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя. И там уже будет пересчитаны все проценты и пеня. Также вам нужно не забывать о аресте ваших счетов. Согласно статье 73 Закона Украины об исполнительном производстве, исполнитель не имеет права взыскать задолженность из социальных выплат на ребенка, на ребенка-инвалида, по уходу за 3 и более детьми до 16 лет. Согласно статье 179 Семейного кодекса Украины, алименты – это собственность ребенка, поэтому взыскать задолженность или накладывать арест на такие счета исполнитель также не имеет права. Рекомендую вам, во-первых, обратиться в банковское учреждение и взять выписку со счета, в котором будет указано, что это алименты или социальный счет, и потом обратиться к исполнителю. Если исполнитель пойдет к вам на встречу, он может снять арест и даже не изымать задолженность этих счетов. Если вдруг исполнитель вам откажет, тогда вы можете обжаловать действия исполнителя в суде. Как показывает судебная практика, такие иски удовлетворяет суд в пользу истца. Смотрите в следующем выпуске программы «Имею право». Каждый раз, когда сталкиваюсь с государственными органами Украины, у меня требуют не только паспорт, но и справку переселенца. Зачем нужна эта справка? Свой вопрос вы можете задать, позвонив на единый номер системы бесплатной правовой помощи 0800-213-103, скачав мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь» или обратившись непосредственно в один из 538 офисов бесплатной правовой помощи в вашем регионе для личных консультаций. Также вы можете задать свой вопрос на телеканале «Дом» в Ютюбе или в Фейсбуке в комментариях под этим видео, либо написав на личную почту проекта «Имею право, собачка, канал Дом ТВ».